обычно я разговариваю рассказываю про звезды про космос на фоне монеток но сегодня мне попался вот под руку такой предмет подстаканник с четырьмя звездочками и подумалось мне почему бы немножко не просветить по теме космоса любителей подстаканников и так завораживающая красота ночного неба с россыпи мерцающих звезд всегда привлекало внимание человека когда смотришь на миллионы крохотных огней далеко за пределами земли кажется стоит протянуть руку и ты сможешь ощутить их тепло но нет маленькие жемчужины жемчужины оказываются гигантами на расстоянии в миллионы световых лет и самое пугающее то что где там на одной из них могут жить существа подобные нам и так что мы уже знаем о звездном небе все звезды которые мы видим принадлежат всего лишь к трем галактикам действительно все видимые нами звезды относятся к андромеде треугольнику и собственному личному пути остальные небесные тела доступны для созерцания только через мощные телескопы в космосе звезды видны в любое время суток если в космосе звезды отлично видны в любое время суток на земле мы можем наслаждаться их краской исключительно ночью и причина тому освещенная солнцем атмосфера звездные мерцания тоже дело руки ведь сами по себе не мерз и излучает монотонный свет который искажается атмосферным движением полярная звезда вовсе не меняет свое положение относительно земли несмотря на то что полярная звезда превосходит солнце по размерам практически в 46 раз она далеко не самая яркая и входит лишь в топ 50 и известность обусловлена тем что она практически не меняет положение относительно нашей планеты оставаясь самой предсказуемой существуют звезды которые 5 миллиардов раз больше с нашего солнца факты о звездах ходит вот такой вот невероятное число одна из звезд и гипергигантов ю ю щита на самом деле имеет радужка радиус который сопоставим с 1900 радиусов сон нашего солнца чтобы было проще представить она в 5 миллиардов раз больше но при этом вы не сможете увидеть невооруженным взглядом только через телескоп самый массивный из всех известных звезд ярче солнца почти в 10 миллионов раз насчет самой яркой в то же время тяжелой звезды ученые выделяют голубого гипергиганта r13b1 который расположен в большом магеллановом облаке и считается звездой в конце жизненного цикла если она взорвется то на ее месте образуется черная дыра но пока это просто звезда светимость которой превышает яркость солнца почти в 10 миллионов раз кстати сам по себе цвет звезды важный параметр который говорит о том в каком это на каком этапе жизни она находится красный цвет самый холодный синий наиболее горячий и чем холоднее температура звезды тем ближе она к умиранию такие планеты еще называют красными карликами что касается химического состава все элементы звездного неба состоят из водорода и гелия чем больше водорода тем моложе звезда тогда как с возрастом увеличивается количество гелий которые делают ее тяжелее этот необъючный феномен также входит в факты о звездах которые как оказывается мы очень мало знаем от металличности зависит на ком этапе жизни находится звезда ученые выделяют и такое понятие как металличность по которой также суть в том на ком этапе это все происходит по сути металличность это совокупность всех химических элементов исключая водород и гелий которые составляют всего-то один процент от массы звезды к ним относятся азот углерод кислород и так далее металличность нашего солнца например равна полтора процента а ее дальнейшее увеличение будет означать старение впрочем исследователям космоса удалось обнаружить звезду альгибину который находится на стадии угасания с металличностью свыше 32 процентов раньше такое сочетание считалось невозможным человеческий глаз способен увидеть около трех тысяч звезд если вы обладаете идеальным зрением то максимальное количество звезд которые вы сможете увидеть без телескопа в ясную ночь составляет как раз три тысячи объектов но если при этом наблюдение будет вестись из города в два а то их три раза меньше кстати глаза человека способны разглядеть не только солнце луну также юпитер и венеру а чтобы полюбоваться огнем самых ярких звезд придется ехать в южные полушария именно там звезды самые яркие оттуда смотреть на самые яркие звезды можно созвездие галактики это не одно и то же к первым относятся участки звездного неба которые астрономы делят для удобства основываясь исключительно по видимому спи аспекту тогда как галактики это скопление звезд более менее близких которые связаны с гравитацией находится в едином движении относительно общего центра первая карта созвездия была создана тысячи лет до нашей эры факты о звездных галактиках не обошлись стороной историю первую карту звездных созвездий астрономы пытались изобразить еще тысячи лет до нашей эры но свои четкие границы она приобрела только в 19 веке на сегодняшний момент можно насчитать 88 созвездий 48 из которых получили название в древние времена поэтому звучат довольно поэтично геркулес орион костиопея персей а вот современными названием ученые особенно не церемонились до более утилитарные прозвища циркуль сетка компас резец ну и так далее ну вот и изучение космоса галактики различные факты о звездах всегда волновали умы людей и вот так во многих странах звезды также сделали с частью государственные эмблемы например символики австралии служит созвездие южного креста на государственном флаге который считается одним из самых ярких в этом созвездии тогда как в бразилии решили пойти еще дальше изобразили это же созвездие по состоянии его на момент разглашения стороной независимости в 1889 году вот такие вот факты для любителей подстаканников на тему звезд на этом пожалуй все спасибо за внимание до свидания